Доброе утро, дорогие телезрители! И я бы сегодня хотел продолжить ту тему, которую начали мы с вами на прошлой неделе, как человек борется со своими страстями, как человек борется, в первую очередь, с теми искушениями, которые на него нападают. В церковном лексиконе мы очень часто употребляем слово «искушение». И каждый день, когда мы читаем молитву «Отче наш», мы опять же вспоминаем об этом слове. «Мы просим Бога, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого». То есть есть такая опасность у человека, когда человек впадает в некое искушение. Святые отцы, когда рассуждали об искушении, говорили, что, в принципе, искушение для человека, оно имеет какую-то определенную роль и играет какую-то определенную функцию. Один из святых отцов, я, к сожалению, не могу вспомнить его имя, однажды сказал, что искушение называется искушением, потому что делает человека искусным. Ведь на самом деле Бог, когда для человека попускает какое-то искушение, когда на человека сваливается какая-то проблема, Господь это делает, попускает это искушение ради чего-то, для чего-то. Ведь вся жизнь человека, она, в принципе, должна быть наполнена смыслом. И ничего в мире просто так не происходит. Мы, христиане, говорим, что в жизни не бывает случайностей. Все определено Богом. То есть каждая наша мелочь, с которой мы сталкиваемся в нашей земной жизни, она, в принципе, тоже несет в себе какой-то смысл. Хотя для нас, казалось бы, это дело совершенно пустяковое. Но, а если мы говорим об искушениях, то они, опять же, имеют какую-то определенную цель. В первую очередь, цель этих искушений — это воспитание воли человеческой, чтобы человек становился с каждым днем все взрослее и взрослее, когда он преодолевал бы эти проблемы, преодолевал бы эти страсти. То есть вот мы видим какой-то соблазн, но мы ему не поддаемся. И если мы не поддались этому соблазну, прошли, так сказать, испытания до конца, то мы стали уже более взрослыми, мы стали сильнее. Об этом, к сожалению, очень многие люди забывают, что, в принципе, вся наша земная жизнь — это и есть процесс постоянного взросления. Мы восходим, как говорил святой апостол, от силы в силу, мы становимся все более и более совершенными. И Господь как раз-таки вот эти многие вещи попускает для того, чтобы мы стали более совершенными. Но, к сожалению, бывает так, что очень многие люди становятся подверженными этим страстям, этим искушениям, и постепенно они становятся рабами этих страстей. И самое страшное, что люди иногда забывают, что нужно из этого как-то выкарабкиваться, нужно как-то спасать свою душу, спасать тех людей, которые вокруг нас тоже соблазняются нашим греховным деянием, или мы наносим кому-то вред, кому-то урон, например, своей собственной семье. Мы в прошлый раз с вами говорили об удивительном подвижнике, преподобном Исааке Сирине. Вот Ава Исаак говорил людям, обращался к тем людям, которые имеют какие-то проблемы, а в принципе каждый человек, фактически без исключения, имеет определенного рода проблемы духовного характера. Люди должны как-то бороться со своими страстями. И Ава Исаак нас учил. Он говорил, что человек, когда впадает в искушение, или знает о том, что он впадет, всегда должен помнить в своей жизни о трех очень важных вещах. Первая вещь, что делать для того, чтобы не впасть в искушение. То есть человек зависим от алкоголизма, то он должен делать максимально усилий к тому, чтобы не попасть вновь в лапы этой страсти. То есть максимально подальше обходить какие-то пивные ларьки, подальше обходить отделы, где продается алкоголь, поменьше пывать в тех или иных компаниях. И тогда есть гарантия, что он меньше будет искушаем. Он не будет смотреть на эти страшные вещи. Это что делать до того, как мы впадаем в искушение. Об этой вещи человек должен помнить. А если вдруг случилось падение, то человек должен, Ава Исаак говорит, помнить о том, что нужно делать во время этого падения. То есть иногда так бывает, что человек, который вдруг вновь вернулся, как Господь говорит, как пес возвращается на свою блевотину, человек вернулся вновь к своей страсти. И в этот момент он тоже должен помнить, что делать в это время. Я знал одного благочестивого человека, который, к сожалению, в начале своего пути очень низко падал. Он впадал в запой, но он еще только-только воцерковлялся. Но этот человек знал четко, что ему делать. Он сразу же звонил своему хорошему знакомому, который приходил, вместе с ним молился, его пытался как-то отвадить этой беды. Его супруга, этого человека, тоже действовала по определенной схеме. Его ложили в больницу. И постепенно человек выходил из этого запоя. Постепенно человек снова возвращался к нормальной жизни, пока в конец не бросил эту греховную жизнь. В любом случае, у этого человека был четкий план, как действовать во время происходящего искушения. И об этом нам напоминает, еще раз говорю, преподобный Исаксири, что нужно помнить о том, что делать во время искушения. Ну а третья вещь, которую должен помнить человек, это что делать после того, как мы уже впали в искушение. То есть проблема, собственно говоря, миновала. И вот наступает некий новый этап. К сожалению, очень многие люди, вот как раз с последним этим этапом, и не умеют справляться. Очень много людей сегодня впадает в уныние, в депрессию, когда человек, побывав вот в таком состоянии, в тяжелом состоянии, в греховном состоянии, вдруг приходит в нормальное состояние, и дальше он не знает, что делать дальше. И чаще всего с человеком происходит то, что человек опускает руки. Он смотрит на себя, как на некое ничтожество. Он смотрит на себя, что вот я такой-сякой, сколько я сделал вреда и самому себе, сколько сделал вреда своим близким, окружающим. И человек унывает. А ведь это очень страшно, когда человек впадает в уныние. Ведь из одной страсти он перешел сразу же в другую, причем более ужасную. Вот почему-то мы уныние сегодня не считаем грехом. А ведь уныние – это один из самых страшных пороков человеческого сердца. Так вот, преподобный Исаак говорит, что человек ни в коем случае не должен быть подвержен этой страсти. То есть, как только он вышел из этого соблазна, вышел из этого искушения, пускай он и наделал много ошибок в это самое время, он должен встать, отряхнуться, принести Богу покаяние, попросить прощения у тех людей, кого он обидел, и вновь продолжить свою жизнь. То есть, надо прошлое оставить в прошлом, загладить этот грех своим покаянием, попросить прощения как у Бога, так и у своих близких, и продолжить трудиться над самим собой. Вот если мы будем стараться так вести себя, хотя мы и подвержены каким-то страстям, я думаю, что постепенно-постепенно Господь нас преобразит, сделает нас лучше, и мы сможем вновь перейти к новому этапу развития нашей личности, духовной личности. Ну и, конечно, самое главное, когда мы боремся с какими-то страстями в своей душе, помнить еще одну очень важную вещь. Помнить, что без помощи Божией ничего никогда не получится у нас. Как бы мы ни боролись, что бы мы ни делали, если мы не призовем Бога в помощь, то вряд ли что-то у нас получится. Да, могут быть какие-то сдвиги, но до конца исцелиться мы не сможем. Ведь исцеляет до конца человеческую душу только сам Господь Бог. Поэтому помоги всем вам, Господи, бороться со своими страстями, своими греховными наклонностями и становиться полноценными людьми, которые умеют управлять своим естеством, умеют управлять своей душой и являются, по сути, теми, какими нас замыслил сам Господь Бог. Субтитры создавал DimaTorzok